Всем добрый вечер, мы настроились. Либлий Дмитрий меня зовут, я занимаюсь геомаркетингом, то есть я программист в компании, которая для ритейла строит прогнозы. В свободное время я занимаюсь оценкой качества городской среды. Значит, ну, давайте, у меня мало времени, поэтому приступим к делу сразу. Значит, маршрутизаторы, главная сегодня моя тема, и для чего они применяются. Значит, самая основная моя работа – это ритейл. Мы занимаемся прогнозами, где вам поставить вторую точку, сколько она будет вам приносить дохода, где ее не ставить. Значит, ну, вот примерно такие наборы данных мы показываем нашим клиентам на карте или в виде графиков, и он решает, стоит ли, не стоит. Значит, здесь по оси Х – это число жителей в 10 минутах пешком, это ваши домашние потребители, которые легко и просто дают. По вертикали – это число общей недвижимости, то есть квадраты. То есть сколько у вас может быть, например, потребителей бизнес-ланча. Вот это реальный проект с измененными именами, только на нем мы оценивали, где размещать кафе. Подписанные вот этими названиями подписаны конкретные точки, которые предлагались к аренде. Вот мы их сравнивали. То есть вот эта вот точка рядом офисы, но живет мало. А вот здесь вот народу может дойти много, но мало офисов. Вот, решаем. Ну, вот эти вот точки, наверное, лучше вообще не снимать, потому что у них все довольно слабо. Но если посмотреть в других измерениях, может там что-то будет лучше. Значит, что, как мы это получаем? Вот у нас есть объекты. Это жилые дома, база реформы ЖКХ. Кто не может спарсить реформы ЖКХ, должен быть уволен. Значит, мы берем, строим пешеходную изохрону и накладываем ее. То есть вот пешеходная 10 минут. Накладываем, считаем пересечения множества. То есть какие точки, вот видите, это точки, это офисы. Какие пересекаются с изохроной. Для вот этой вот торговой точки тех суммируем, остальные не суммируем. Вот это вот общественный транспорт. 20 минут она, видите, грубее. Построена попроще. Но это какая-то другая категория пользователей. В основном все пляшет вокруг изохрон. Значит, что... Можно изохрону построить вот так вот одиночную. Можно построить множество вот таких вот, видите, нарезку. Круги. И потом считать уже для каждого этого объекта. У вас получается, в какой пояс он попадает, столько минут у него есть. Дальше вы агрегируете, группируете, агрегируете, труете и получаете разные показатели. Что еще можно считать? Можно изохронной геометрии. Это такая ресурсоемкая штука, если их становится много. Но вот эти вот, как сказать, вот эти вот кольца довольно ресурсоемко считать. Можно просто считать матрицу расстояния. Сейчас маршрутизаторы очень легко позволяют это делать. Берете просто вот от вашего магазина до всех возможных потребителей. Вот эта вот матрица строится за одну секунду. Сейчас расскажу как. Доступные коммерческие решения. Значит, что интересно, ни на одном из них вот это не построить. Ну, быстро. Значит, есть Google Роутинг Апи. Рекомендую пользоваться им. За 50 центов вы можете сделать 1000 запросов. Причем 2000 в день еще даже бесплатно. Яндекс подписка, по-моему, 100 тысяч рублей в год. Когда я последний раз смотрел. Ну, если вы любитель или мелкая фирма, то это вам неинтересно. И дубль ГИС. Значит, 30 копеек за запрос. 1000 запросов 300 рублей. Это дорого. И вам придется подписывать договор. Лучше не морочить себе голову, в Google забить карточку и пользоваться им. Значит, какие виды маршрутизации нам потребуются? Во-первых, автомобильная, во-вторых, пешеходная и автобусная. Ну, общественный транспорт. Велосипедный не рассматриваем, потому что пока не практично. Не требуется. Ну, значит, самое распространенное решение. Теперь все им пользуются open source routing машин. Он вот этот вот маршрутик до Владивостока строит за пару миллисекунд. И это работает уже довольно давно. Такая штука. Он open source, можете его скачать, поставить. Делается это все довольно легко. Немножко повозившись с докером. Вот, мне пришлось по работе научиться им пользоваться. Docker, Docker Compose. Вы качаете образ. Вы качаете, значит, нужный вам регион. Из OpenStreetMap. И запускаете Docker по инструкции, как там приложено. У вас работает машина, в которую вы вот эти вот запросы отправляете. Он вам строит их. Самое интересное, в нем можно вот эти вот... Сейчас я вернусь назад. Вот эту вот пачку запросов. У него есть специальный метод. Называется матричный запрос. Отправляете сразу 10 тысяч пар маршрутов. И он вам это все насчитывает быстро. Дальше расшифровываете. Значит, ну вот, например, из-за хрона, построенная по автомобильному дорожному графу. То есть это все из коробки. Никакой работы ручной не было. Единственное, значит, вот это вот минуты. Глядя на эту карту, какая здесь странность вам видится. Я слышу смех. Где пробки? Да. Вот, правильно, да. Где пробки? Пробок нет. Это, по-моему, даже быстрее, чем ночью ездить. Но я не ездил по Москве ночью, поэтому не знаю. Значит, что делать с пробками? OSRM позволяет положить вам файл с пробками дополнительно. Причем даже не перестраивать полностью граф, а там он в два этапа строится и со второго этапа переделать его. Есть там опции ускорения и прочего. Единственное, значит, как ему надо эти пробки делать. Вот OSRM хочет вот этот вот, скажем, сегмент дороги. Вот здесь много сегментов. OSRM хочет, чтобы вы ему положили файлик вот с каждым вот этим вот сегментиком, парой точек, где говорится, значит, первая колонка точка номер один, вторая колонка точка номер два и третья колонка скорость километров в час. Вот этот вот файл делает муторно довольно, но, значит, пришлось повозиться, я его сделал. Значит, берем треки, скачиваем, фильтруем их по максималке, по средней. OSRM же позволяет вам привязать, вот видите, треки здесь срезают угол? Нереально. OSRM привязывает треки к дороге по вероятностной модели, так, чтобы машина у вас не ехала обратно. Он, значит, эти точки, вот это вот с поправкой на ошибку, привязывает наиболее вероятный вариант, что она не дергается, не летит со скоростью света, а едет так равномерно. Он это привязывает к дороге, получаем трек, дальше берем, пишем запрос, у нас загружен дамп в Postgres уже, уже придется повозиться. Выбираем, вот идет сегментики, берем сегмент, смотрим, с какими треками рядом он лежит, получаем там среднюю, ну, как хотите, считайте. В общем, у вас получается скорость, вот вы выгружаете из него ЦСВ, у вас работают пробки. Собственно, вот, забыл я про этот слайд, короче, здесь описание, что делать. Если кто-то хочет документацию, вот, можете сейчас сфотографировать в URL, ну, или гуглите его. Будешь сфотографировать? Да. Это не будет выложено, да? Все. Это будет выложено в конце URL. В конце URL на слайде. Ну, вот, значит, после поток я подложил в пробки, вот, что получается. Ну, больше похоже на правду, хотя как-то тоже оптимистично. А числа это минуты? Минуты, да. Ну, вот, вот было, в том же масштабе. Вот стало. В районе МКАД, там вот она сплющилась вот так вот, то есть по МКАДу не едет, что, по-моему, хорошо. Следующая маршрутизация пешеходы. Довольно проблемная штука. Значит, ну, вот просто так строишь по городу, смотришь, вроде нормально. Все хорошо. То есть вот это вот 10 минут пешком от торговой точки. Все хорошо. Она даже учитывает выпястья, то есть вот железная дорога, здесь мост через нее переходит. Это все из ОСМа, из коробки. Прям скаченный файл из ОСМа. Вот здесь тоннель, пешеход проходит. Ну, здесь она сглаживает его, интерполяция, но несущественно, потому что здесь у нас никаких домов нет. Но есть у этого подводные камни. Видите человека? Он по воде ходить может? ОСМ считает, что может. Сейчас вы увидите как. Значит, я кинул сетку на карту, сетку точки. Вот эти вот стрелки показывают, куда человек перелетел по мнению ОСМа. То есть он ищет ближайшую точку на графе, он не знает, как двигаться без него. Это, ну, дублики сделал, там какую-то навигацию по плоскости. И что? По растрам. По растрам, да. И, значит, у нас здесь еще Михаил Буревич, который занимается этим профессионально, своим проектом EntroWatt Planner. Но СРМ на больших масштабах такой не потянет, поэтому он просто привязан к ближайшей точке. Ну, вот видите, да? Вот через реку перелез, вот через реку перелез, через промку и железку. Иногда из леса он выбирает самую длинную дорогу, а не самую, где пройти по... То есть он выберет ближайшую дорожку и дальше там в обход пустит. А, пустит. Да. Значит, решением может быть просто взять точки, привязать их, ну, взять точки, вот куда они упали, там и брать. Вот он на дороге стоит, честно, на дороге, да? Проблема в том, что теперь если делать вот по этой вот триангуляцию штуку, то вот что вот здесь, думаете, произойдет? Кто геометрией занимался? Алгоритмами. Нет? Ну, короче, я тоже не занимался алгоритмами этими, но, в общем, оказалось, здесь и триангуляция ломается. Здесь много точек рядом и треугольники нулевой площади получаются. И просто эта штука, он говорит, я ничего не могу сделать. Матлот лип, который это строит. Он говорит, я ничего не могу сделать, все, не будет никаких изохрон. Короче, деление на ноги практически. Да. Еще проблема. Ну, то есть, вот так не делайте пешеходный граф, лучше обратно все-таки. Лучше вот пусть он ходит через реку, но не ломается хотя бы. Отсутствующий граф. Получит, как заголовок романа. Значит, вот мы пытаемся сюда пройти. Я отправляю пешехода. Вот это вот сетка точек и куда она прилетела. То есть, это вот те же стрелочки опять. Видите, они все прилетели в несколько точек практически. Вот здесь вот они как-то там перескочили еще, а вот здесь вот все-все-все, вот это вот улетело вон туда. Выясняем, почему. Оказывается, вот эта вот дорога, по ней пешеход не ходит. Вот этот вот поселок, это анклав. Он отсечен этой дорогой от всего остального мира. Пешеход не ходит. Маршрутизатор наш решил, значит, мы раз вот это вот отсечено от остального мира, выкинем вот этот вот под граф. Ну, это не под граф, это просто отдельный граф. Он выброшен, его нет. И поэтому все, что там есть, все маршруты, они схлопываются где-то вот здесь вот считаются. Поэтому здесь тоже ломались захроны. Пришлось переписать правила ОСРМ по инструкции, почитав ее, чтобы вот эту дорогу, он, пешеход ее не любил и передвигался там очень медленно. Ну, это как такой вес, эффект веса. Но хотя бы граф был в рабочем состоянии. Ну и вот мне пришлось еще там порисовать этот граф. Через два дня он в этом выгрузке ОСМ появился. Общественный транспорт. Здесь, значит, эта тема еще больнее, но что-то делать можно. Значит, вот один из моих проектов с вот этими вот, опять же, кольцами изохрон. Это исследование, значит, пива против кофе. Я считал эффект удаленности от центра города. Вот эта вот штука, пересечение домов с изохронами считалось больше получаса. Это плохой алгоритм. Значит, ну что любопытного из этого можно получить? Это я уже так по ходу, что какие еще применения? Удаленность и плотность застройки. Вот это вот серо, это квартиры, количество домохозяйств, грубо говоря. Вот, и вот мы видим степень наших страданий здесь в Москве. В среднем, уже на 50 минутах от центра. Значит, Новосибирск. Страдаете гораздо меньше. Вот, но... А, и что любопытно, вот эта вот плотность застройки. То есть сколько у вас в радиусе 500 метров еще квартир? Вот, в городе здорового человека, там плотность снижается по мере удаления. Вот, а, ну, исследование пропива, значит, вот это город алкоголика. Здесь по мере удаления плотность растет. И, значит, любой транспортный планировщик вам скажет, что это неправильная планировка. Надо делать наоборот. Новосибирске удивительным делом, ну, вот там анклавы тоже они есть. Есть Екатеринбург, самый здоровый город. Достаточно компактный. В среднем 35 минут, по-моему, получается, человеку до центра. А, еще одно применение, оценка транспортной доступности. Я не буду много рассказывать. В общем, вот из охроны взяты где-то вот, вот Москва, вот Питер. Из охрона взяты где-то вот, ну, вот где-то между ТТК и МКАДом. Ну, видите, вот за полчаса, это получасовая. За полчаса вы можете пролететь в центр, но вбок вы не уедете. Поэтому все ездят через центр. Не буду давать моральных оценок, по-моему, много чего понятно. А, значит, что можно еще считать на том, что есть Google, Дубльгиз, Яндекс. Оценка, что делать со станциями. Вот станция, которая очень удобно к пляжу стоит. Ну, остановочная платформа. А вот Новосибирский Академгородок. Вот, значит, за 20 минут. Ну, здесь немножко, конечно, она прибирает. Здесь 20 минут, наверное, вот так вот. Получше посчитав, исправим. А вот что будет, если перенести станцию вот сюда. То есть отсюда посчитана из охрона на общественном транспорте. То есть автобусы, маршрутки, которые там проходят, они подбирают пассажира. И вот 20-минутная из охрона сразу же захватывает 20 тысяч человек. Активистам полезно будет такое показывать. Значит, что из коммерческих решений есть, не устраивает. Не очень меня устраивает. Ну, можно, конечно, придумать всякие многослойные маршрутизации. Google. Значит, пользуйтесь Google. Google, простой совет. Можете дубльдисом, если вас не беспокоит юридическая сторона вопроса. Как Яндексом пользоваться, я так и не понял. Значит, специализированные решения есть. Значит, OpenTrip Planner. Если вам надо прямо много чего считать в промышленных масштабах, это OpenTrip Planner ваше решение. Если вы планировщик транспортный, значит, вам нужен ремикс. Сейчас о них подробно расскажем. Значит, это OpenTrip Planner. Это маркетизатор, я не помню, какой там алгоритм. Короче, он тоже быстрый, он тоже строит матрицы на основе данных GTFS, которые... Это стандартный формат, который предлагает Google. Значит, по России пока только по Москве есть, но если вы умеете, значит, собирать данные из разных источников, можете скомпоновать файл сами, подсчитав инструкцию эту от GTFS. В принципе, там структура простая. Ему требуется, опять же, данный из OSM. Есть контейнеры под Docker. Значит, я запустил, удивительно, никаких проблем вообще не возникло. Просто Docker запустил, файл он файл считал, завелся, и он вам открывает сразу же веб-фронт-энд, в котором можно что-то делать. Единственное дело, проблема в том, что документация OpenTrip Planner заканчивается 2013 годом. После этого она очень вяло обновляется. И причина тому, что разработчики стали заниматься ремиксом. С этой командой, которая сидит в Портленде, с которой JaiDocker тоже из Портленда работает, вот они сели делать ремикс, платный маршрутизатор. В нем добавлен вот этот вот визуальный редактор. Еще какие-то там показатели, я не видел его внутренности, они никому попало не дают. Наверное, Андрей Карманский видел его. Офиговый захорон. Да? Да. Мы заводили как раз OpenTrip Planner, просто потому что ремикс транзит троет кругами концентрическими, и там есть сетка и точность пешего ротины. И в Destination, ну, как они строят из-за хронов, они просто ставят кружки, воспринимают пеший радиус. OpenTrip Planner, он на этапе подготовки графа, он склеивает DTFS, и, соответственно, в OpenStreamMap-овский дамп, потому что из OpenStreamMap он берет пеший граф, а общественный транспорт он берет из... Ну, вот OpenTrip Planner — это дико жручая память собака. Ну, да, готовьте хороший сервер. В России эта штука использовалась в Екатеринбурге и в Москве, где консультантом был Джаред Уокер. Сеть «Магистраль» проектировался, и Екатеринбургская сеть, которую делал фонд «Городпро». Что вы видите на картинке? Какая еще загвоздка может быть в маршрутизации? Это не самая большая проблема. Что еще? Идут не в ту сторону, куда надо. Коврит. Нет, нет, проще. Вы строите маршруты для всех жителей города. А, приезжие, приезжие. Приезжие. Народу много. А им все надо там ходить. А? А им все надо там ходить. Да, и лезут в автобус, а ты не влезешь в него. Да. Скажем просто. Короче говоря, проблема в том, что автобусы заполняются. Кто не москвич коренной, тот прекрасно знает, что такое маршрутка. И в час пик, и очередь на маршрутку. Значит, ну и пробки на дорогах. Вот, значит, посмотрел я, что делает Яндекс с пробками. 2014 год, лекция в шаде. Значит, Яндекс на голубом глазу признается в том, что они делают очень оригинальное решение, не используя чужой опыт. Я в корне не согласен с этим решением. Ну, то есть, они что говорят? Мы, типа, мы делали статистическую модель, делали всякие регрессии, авторегрессии, и это плохо прогнозируют пробки. И, по-моему, ситуация такая же до сих пор. Короче, я не согласен с этим подходом, я делал не так. Значит, транспортные планировщики, они на то транспортные планировщики и инженеры, чтобы заниматься отраслью и знать очень много подробно. Значит, в Германии, если в городе где-то возникают пробки, они достают этот симулятор ПТВ, ПТВижн, делают на нем моделирование, делают разные варианты, обсчитывают, находят вариант, который сокращает пробки, делают его, и в реальности так и происходит. То есть, у них эта модель прогноз дает точный. Пробки раз-раз. Ну, может, не в течение часа. У Яндекса, конечно, здесь задача другая, спрогнозировать пробку моментально. У них, типа, с интервалом две недели. Ну, наверное, поэтому они не стали его использовать. Ну, короче, если вы занимаетесь каким-то массовым планированием, и вам нужно что-то более подробное, вот, применяйте вот это. Значит, что везде с ним делать? Вот, они симулируют Индию, левосторонние движения, моторикши, мопеды. Машины двигаются не по полосам. То есть, я думал, что они все по полосам едут. Нет, они едут все как попало. У них есть распределение, есть водители тихие и есть агрессивные. Этот коэффициент распределения, все это задается в параметрах. То есть, они под Россию, под Индию, под Германию настроят. Что из этого делается дальше? Вот, перекресток запланирован. Запланирован, считается в разных режимах. Сколько там чего приезжает к нему, сколько машин приезжает, когда он затыкается, когда возникает пробка. Получаются вот всякие показатели характеристик. А, это планировка светофоров режима. Короче, у вас получается вот там набор характеристик, сколько въезжает машин, и когда начинает затыкаться, когда возникает пробка. После этого вы переходите, значит, симуляция перекрестка закончена, больше микросимуляции не делается. Теперь делается большая симуляция всего города. У вас есть какие-то потоки, которые создают пробки, люди оптимизируют свое поведение, и получается, как средняя сбалансированная ситуация на дорогах. Если вы хотите оценивать какие-то потоки массово, в больших количествах, вот вам будет туда. Значит, еще одна вещь. Весим, насколько я понял, он где-то лет 20 назад начинался. Сейчас появились альтернативные, даже открытые решения. Весим платный. Есть МАКСИМ. Агентская модель, в которой у вас симуляция идет на уровне отдельного человека, который выбирает, как ему куда ездить, стоит ли ехать вообще и каким способом. На машине, на автобусе и так далее. И вот здесь стрелочки видно. Это те самые агенты, которые там едут. Там прям автобусы ездят. Значит, погуглите вот это вот слово. У них там есть куча примеров. Он написан на Яве. Потребляет, собственно, XML. А ГТФС потребляет... Нет, ГТФС не потребляет. Ну, короче, если вам нужно что-то такое серьезное и большое, вот вам путь сюда. Итого, значит, если вам надо построить просто на небольшом масштабе что-то простенькое, берите Google. Если вы хотите что-то... Ну, это если у вас там несколько тысяч маршрутов. Если хотите... И несколько изохром. Если хотите массово что-то, и там, как мне по работе, там, тысячи изохром или несколько тысяч изохром за день, тогда, значит, ваша дорога – это ОСРМ. Если вам нужны пробки, в принципе, их можно брать или из ОСМ, или из Google отдельный реброграф качать. Накладывать. Если вам нужен еще более массовый и с общественным транспортом, ваш путь вот в ОСРМ Open Trip Planner. Если вам Google уже становится дорогой. Ну, и, наконец, если вы суперпрофессионал, вот, Матсим. На этом все. Вопросы? Продолжение следует... Продолжение следует...